Дорогая церковь, давайте вместе скажем «Слава Богу!» Мы сегодня имеем очень хорошую возможность. Мы имеем милость от Бога, привилегию видеть, слышать, а также касаться своими руками того, что тысячелетиями тому назад сотворил Бог на этой планете. Об этих вещах описывает Библия в своих первых страницах в книге «Бытие», первая и вторая глава, о том, как Бог творил землю и все то, что на земле. И все как бы шло своим чередом. И как бы творение как человек, когда Бог творил человека, он был последним в списке, но он был главным творением Бога. Человек был самым главным венец творения Бога. И все, что было сотворено, что мы можем видеть, творение Бога, то, что произрастает земля и дает свой плод, животный мир, подводный мир, все моря, океаны, небесный мир, облака – это все творение нашего Творца. И когда мы уже непосредственно подходим к тому, когда Бог сотворил человека, это написано в книге «Бытие», первая глава, 26-27 стих. И там описываются такие... Там Библия говорит о следующих вещах. И, казалось бы, нету ничего нового, что я сейчас говорю о том, чтобы вы не знали. Даже дети знают эти все события, как Бог сотворил человека. Но все же есть некоторые детали, которые очень важны. Они принципиально важны для того, чтобы я понимал свою суть, предназначение в своей жизни. Каждое творение на земле, которое сотворено, которое сотворил Бог, оно имеет время и пределы своего обитания. Каждое творение имеет свое предназначение, свой смысл, для чего оно растет, развивается, и для чего оно было сотворено во времени. Когда мы говорим о сотворении человека, Библия говорит так, в 26-м стихе первой главы «Бытие» и в 27-м стихе. 26-й стих говорит следующие вещи. О том, что Бог планирует о сотворении человека. И уже следующий стих, когда Бог непосредственно приступил к выполнению того, что Он планировал. И вот когда Он говорит в 26-м стихе, что «И сказал Бог, сотворим человека по подобию нашему и по образу нашему». По образу и подобию нашему. И далее слова, что «И довладычествует человек над всем тем, что Бог сотворил, над то, что произрастает из земли, над животными, над рыбами морскими, над птицами небесными и над пресмыкающимися к земле». Все это было дано в юрисдикцию человека. Все это было дано во власть человека. И человеку все другое творение, оно служит для человека. Оно все было сотворено для славы Бога, но оно было сотворено и для человека. Все это Бог дал во власть, во владычество человека. И следующий стих, когда Бог говорит о своих планах, намерениях о том, как сотворить человека, что по образу нашему и по подобию нашему. И Библия говорит о том, когда Бог уже в 27 стихе сотворил. И написано, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Казалось бы, всеми нами известные слова, но все же есть деталь. Кто был внимателен, он увидел, что слово подобие, оно исчезло, когда говорит Библия о том, когда Бог сотворил уже человека. Библия говорит, он по образу Божьему и по образу своему сотворил. Куда же все-таки делать слово подобие? Может быть, это не так важно? Может быть, это одно и то же Библия, об тех же вещах говорит, но все же нет. В Библии нет пустословия. И Дух Святой каждому слове и каждому букве придает большому значению то, что написано в Библии. Итак, может быть, Бог передумал, но нет, такого не может быть. Бог то, что хотел, то и сделал, но все-таки почему же есть разница в этом стихе? Человек, он имеет время своего пребывания на этой земле. Он рожден и он умрет рано или поздно. Кто-то дольше живет, кто-то меньше живет. И есть некоторые аналитики, которые вот среднестатистического человека, они исследовали и вот поделили его на такие, как бы, части его жизни. Вот та часть идет человека на работу, следующая вот столько части идет его жизни на сон, а вот эта часть идет его на еду. Ну, не будем мы вникать в эти подробности, но все же, если человеку Бог так много дал, Он дал во владычество человеку все остальное свое творение, «Но и я, и вы также творение Бога, и я имею власть над собой, потому что я творение, и я также дан во владычество самому себе, я имею власть над своей жизнью, я могу сделать то или не сделать то, я имею свободу выбора, которую дал мне и вам Бог, и я могу поступить так, как хочет Бог, а могу не сделать так, как хочет Бог». Но все в последствиях, все в результате показывает, насколько мы разумно жили, поступали или наоборот. Итак, каждому творению Божьему был дан время и дан предел его обитания. И планы Бога были в том, чтобы сотворить человека по образу и по подобию, но Он сотворил, написано в Библии, по образу, и по образу Своему сотворил человека. Когда мы уже читаем следующую главу, Бытие, 2 глава, 7 стих написано, «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, когда мы говорим о человеке как творении, то человек имеет в себе составляющую. Это первое – дух, душа и тело. Это то, что составляет человека как таково. И Бог сотворил человека, и Библия описывает об этих вещах. Так, когда человек живет на земле, и он понимает, что ему вручь, что доверено для него, он должен понимать эту ответственность. И неразумно ли было бы разобраться же, что у меня в жизни есть главным, а что есть второстепенным? Какова моя ценность в жизни? Что я должен ценить превыше всего? Что я должен хранить превыше всего? Для чего я должен жить, и какой смысл моей жизни? Эти вопросы, они касаются разной вековой категории человека. Чем раньше человек это поймет, чем раньше он поймет, для чего он создан на этой земле, он не разрушит свою жизнь, он будет созидать свою жизнь, созидать и даже другие жизни людей, он будет созидать душу свою, он приобретет вечную жизнь. Итак, чтобы скоротить время, мы имеем тело, и мы имеем душу. Если тело без души, такое тело, естественно, ложат в гроб и закапывают на кладбище. Но душа живет и без тела. Итак, душа моя, это душа вечная. Я имею вечную душу. И если говорить, что я имею в этом материальном мире что-то вечное, то это же и ответ на то, что есть самое ценное. И когда читаем Библию о том, что есть самым ценным, то Библия аргументирует то, что моя душа есть самым ценным. По трем аргументам. Первый аргумент это то, что моя душа, это есть вечное. Это не материальное, это вечно. Второй аргумент это то, что за мою душу и вашу душу проливалась святая кровь Иисуса Христа. За спасение моей души была отдана бесценная кровь. Вот такая плата была за мою душу. Это второй аргумент, почему моя душа есть очень важная. Самое им важное то, что я имею на это в своей жизни. И то, что моя душа, это моя личность, мои качества, это то, каков я. Моя душа, это моя жизнь. Образ Бога. Потому что Бог не имеет материального тела. Бог наш есть дух. И Бог наш есть вечным. И моя душа, она есть вечная. И поэтому, когда мы понимаем о том, что человек есть душою, живою, как написано в Бытие 2 главе 7 стихе, если человек, душа живая, то все-таки есть ли разница, могу ли я упустошить свою душу, погубить свою душу, или она все же вечная, или я могу тело свое как-то напитать, а душу свою испортить. Когда мы читаем уже ту же книгу Библии, Бытие 5 глава, 3 стих. И уже это говорит, речь идет об Адаме, которого сотворил вот таким чудесным образом Бог. И жил Адам 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и дал ему имя Сиф. Итак, здесь говорится о том, что от Адама был рожден человек. И так как Адам после своего грехопадения, он получил греховную сущность, греховную природу, то уже люди автоматически, которые рождались от человека, они имели также греховную сущность. И тогда по образу, по виду, сын Адама был и по подобию Адама, по греховной сущности. И Павел говорит в послании к римлянам о том, что поскольку закон, который не имел силы из-за плоти, бездействовал, то Бог послал своего сына в подобии греховной плоти и по причине греха осудил грех во плоти. Это говорит о том, что есть подобие греховной сущности, подобие греховной плоти. Итак, если мы говорим о душе нашей, о том, что она есть ценная, наша душа есть вечная, она есть ценная. И я хотел бы прочитать местописание о этой истории об Иисусе в жизни Иисуса Христа. Это было Луки, Евангелие Луки, 12 глава, 16 стих. Это притча о богатом человеке, о котором говорит Иисус, и его Иисус называет безумным, неразумным человеком. Он же сказал им притчу, у одного богатого человека обильно уродила земля. И он рассуждал сам в себе, говоря, что делать, ибо не имею куда собрать эти мои плоды. И сказал он, вот что сделаю, снесу мои житницы и большие отстрою, и соберу туда все мои плоды и все мое добро. И скажу душе моей, душа, много имеешь добра, лежащего на многие годы, почивай, ешь, пей, веселись. Но сказал Бог ему, неразумный этой ночью душу твою заберут у тебя, а то, что ты заготовил, кому достанется? Итак, это история об этом богатом человеке. Библия говорит о том, что в определенный момент жизни в этого человека как бы пришли хорошие дни, удачные дни. Вот пришел тот момент, когда человек собрал все свое имение, все свои богатства, все свои деньги, то, что уродило от его земли. И он увидел, что этого много добра, на многие года. Казалось бы, ну все же, что он говорил, это было правдой. Логическое ход событий этого человека. И Библия говорит о том, что этот человек увидел, и он сказал, хорошо. Ну, и он сказал следующие вещи. Вот, казалось бы, человек много работал, ну, не упало это же все ему с неба. Не кто-то же ему его подарил. И, в конце концов, не украл же это все человек у кого-то. Человек много трудился над этим всем. Я думаю, что для того, чтобы улучшить свою жизнь, я должен больше работать, чтобы больше зарабатывать. Для того, чтобы больше зарабатывать, мне надо много учиться, чтобы поднимать свою квалификацию в тех или иных направлениях моей деятельности. И это поднимает мою зарплату для того, чтобы я жил лучше. Человек не может быть логически, если он заработал большое состояние своим трудом, может быть, вставал очень рано, засыпал поздно, может быть, бывало такое, что и ночью этот человек не спал. Ну, заработал же, заработал же. И имеет право так говорить, потому что же, ну, это же справедливо. Ну, почему же Библия? Человек не может быть неразумным, имея такой достаток. Почему Библия назвала его глупым? И Иисус называет неразумным этого человека. Проблема, наверное, заключалась, не наверное, а точно в том, что этот человек не различил, не разобрался, что было для его душе, а что было для его тела. Он не смог разобраться разницу. И когда он собрал, он сказал ключевые слова, которые все объясняет. Пей, душа, веселись, душа, много имеешь душа, скажу душе своей. Ну, а какое имеет значение материальное к душе, которая нематериальная, которая вечная? И итог говорит Библия. Таков тот неразумный, глупый человек. Таков тот, кто собирает сокровища себе, а не в Бога богатеет. Какая польза человеку в том, что, или какой смысл его жизни, есть человека, если он приобретет весь мир, но душе своей сделает, повредит своей душе. Есть люди, которые говорят, вот если бы мне заработать миллион, тогда я буду счастлив. И человек зарабатывает миллион. И когда он получает этот миллион, ну, люди говорят, что такие люди говорят следующее. Ну, все-таки не в миллионе счастья, надо пять миллионов. И так человек до бесконечности. И понимает, что уже у него очень много, но радости, мира, покоя в душе нет. Человек несчастлив. Человек, когда рождается всю свою жизнь, он желает, он желает счастья. И он все делает, чтобы удовлетворить себя. Человек, живучи на этой земле, он человек несчастлив. Много есть людей, которые достигли определенного результата, определенных высот в этом обществе. И многие люди, смотря на этих людей, они видят в них какой-то такой пример подражания. Их дорога к их вершине. Это дорога, это дорога примера, это дорога счастья. Это дорога, которой должен стремиться каждый человек. Но когда мы почитаем об этих личностях, об этих людях в этом мире, их личную биографию, очень часто бываешь шокирован, тем, насколько этот человек несчастлив. У него уже пятая жена, или у нее уже шестой муж. Многие из них в наркотической зависимости, многие из них в алкогольной зависимости. И еще много-много проблем, которые имеют эти люди. Люди, которым все общество держит, как этот пример подражания. Но насколько эти люди несчастны, несчастны. Когда Бог сотворил землю, когда Бог сотворил землю, Он все расставил на свои места. И каждое творение сотворено с определенной целью служить для чего-то. Растение – это наш воздух, наш кислород. Мы из плодов земли, из плодов растений, мы питаемся, чтобы жить. Вода, она служит, потому что она для нас жизненно необходимая. И также другие творения. Но если Бог сотворил человека и сделал его особенным творением в своей жизни, и дал ему душу, которая есть вечная, то он позаботился, чтобы в человеке было место, которое может занять только Бог. И это место не сможет человек ничем другим занять. Пробуют, и всю жизнь люди живут для того, чтобы удовлетворить себя, для того, чтобы смеяться. Но радость и смех – это принципиально разные вещи. Люди живут, и много есть программ, шоу, фильмов разных, которые созданы для того, чтобы развеселить человека. И смотришь, люди смеются. Но это только эмоциональное состояние человека. Радость внутри – это далеко не те самые вещи, для того, чтобы человек был счастлив на земле. В него есть место для того, чтобы он полноту счастья осознал и ощутил, попроб, вкусил. Ему надо сделать осознанный выбор – пригласить в свою жизнь Иисуса Христа. И когда Бог в его жизни, тогда человек счастлив. Тогда человек счастлив. И это место не можно заменить ничем другим. Поэтому много есть того, что человек, Библия говорит, что человек посеет для тела, то он получит тление. Если человек посеет для духа, то он получит вечную жизнь. Есть в мире, хочу позволить вам прочитать несколько примеров из жизни человеков, негативных примеров о том, когда человек сделал в пользу тела, в пользу того, что приобретает тление, но не в пользу души и духа. И за это поплатились. И это люди, которым общество стремилось, как пример подражания. Есть такой человек, многие, может быть, знают его имя Джон Леннон. Он основатель одной очень популярной группы еще в том столетии, группа Битлз. И на пике своей популярности в 1966 году в одном из интервью он сказал, христианство скоро закончится, оно просто исчезнет. Иисус был хорошим, но его идеи были слишком простыми. Сегодня, сегодня мы более популярны, чем Иисус. И вскоре после этих слов он получил пять выстрелов. Человек, который застрелил его, сделал это с целью забрать его популярность. Есть другой человек, это политик Танкредо Невис, его имя. Однажды он сказал перед своей предвыборной кампанией, что если я наберу 500 тысяч голосов, меня не сможет сместить даже сам Бог. И он же все-таки набрал эти голоса и за день до того, чтобы стать президентом, скоропостижно умер. Мерлин Мунро во время своей презентации ее посетил проповедник Билли Грэм. После того, как она услышала послание Евангелия, она сказала, мне не нужен Господь Иисус. Недели позже ее нашли мертвой в отеле. Эти примеры, они есть примерами того, что человек делает, когда посеет в тело свое. А то, что человек не разобрался с главными ценностями жизни, он не разобрался, как и этот богатый человек, что главное для него, а что второстепенное. Иисус говорит, если человек не ощущает полноту, если человек не ощущает счастья, если он утомлен, говорит, придите ко мне, и я успокою. Я дам вам мир не тот, который люди дают. Я дам мир свой. Бог говорит, Иисус говорит, вот я стою и стучу. И кто откроет мне? И я войду и буду вечерять с ним, а он со мною. Иисус хочет больше. Бог хочет еще больше, нежели мы этого хочем, чтобы открыться человеку, нежели человек хочет. И к большому сожалению, когда вот анализируешь свою жизнь и смотришь вот так за людьми другими, и приходишь к одному выводу, итог такой страшный, печальный, что многим людям даже больше все равно. Они более равнодушны к своей душе, нежели дьявол к вашей душе. Намного равнодушнее относятся к ней. Среди этой суеты, которая у нас есть, что мы для души, сколько времени мы тратим для души, ведь это же ценность. Если этого не делаем, Иисус говорит о нас, мы неразумные люди, потому что мы сеем в тело и пожнем тление. Если я буду сеять в дух, в душу, которая есть для меня главным, то для меня Бог наделил способностью, дал мне в руки, чтобы я по своей воле, сделая конкретный выбор в сторону своей души, я был подобный Богу, подобием Бога. Это уже моя задача. И человек, когда мы читаем Ефесянам, это подтверждает это. Последнее место, и будем молиться. Ефесянам 4 глава, 22 стих. «Отвергнув прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновляясь духом ума вашего, облекитесь в нового человека, созданного по подобию Бога». В праведности и в святости истины. Подобие Бога я имею тогда, когда я становлюсь совершенным, как совершен Бог. Когда я становлюсь, когда я воспитываю себя, чтобы быть подобным характером Христа. И вот тогда я человек по образу и по подобию Бога. Братья и сестры, пусть нам всем Бог благословит и поможет. Давайте мы вместе попросим Бога в молитве на наших коленях, чтобы Он, если кто-то не имеет, то пригласите, чтобы иметь счастье Бога. А кто имеет Бога, то попросите, чтобы Он нас обогатил. Пускай вас всех Бог благословит. Ему слава. Аминь.